Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник Андрей Владимирович Григорьев, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Начнем программу с данных статистики начала весны. С 1 марта на территории области произошло 85 автомобильных аварий. В них погибли 5 человек и 110 получили травмы различной степени тяжести. О чем, Андрей Владимирович, говорят эти цифры? И есть ли основания бить тревогу? Конечно, любое дорожно-транспортное происшествие, в котором страдают люди, очень серьезная и очень печальная статистика. Но нужно учесть, что с начала года, видимо, из пандемических мероприятий, из-за того, что большинство граждан стараются дом-работа, работа-дом, маршрут движения, то есть известности соблюдать, то по итогам практически трех месяцев мы констатируем снижение аварийности на 30%. Каждый процент здесь, да, он очень важен, потому что здесь сохранится жизнь и здоровье людей. Да, совершенно верно, потому что снижение произошло практически на 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых люди пострадали. А если взять по погибшим людям, практически 50% снизилось. Да, конечно, цифра огромная, 21 человек погиб на территории региона, но по сравнению с 51, который был в прошлом году, конечно, снижение колоссальное. Это такой скачок огромный. Да, да. Здесь нужно разобрать январь-февраль, да, ну понятно, что у нас было очень много снега, были огромные морозы сильнейшие. Мы, кстати, отвыкли, да, за что-то зима от такого снега. Да, отвыкли, конечно, конечно. Может быть, автолюбители где-то напугали такие перепады температур, погодные условия были сложные, снегопады были, кто-то реже стал пользоваться транспортом своим личным, чаще пользовался общественным. Все это внесло положительную динамику по состоянию аварийности. А что касается начала весны марта, марта характеризовался в том числе и морозами до 15 градусов. Ну, хотя уже говорят, что март – это уже вполне зимний месяц. Да, 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 что зима еще продолжается. Но сейчас мы видим, что температуры стабильно приближаются к плюсовой среднесуточной температуре. Мы говорим о том, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которых пострадали участники ДТП, оно тоже снижается, но не такими темпами, как это было январь-февраль. Мы фиксируем на 20% меньше таких происшествий, при этом все-таки допустили гибель пяти людей. Тут необходимо ответить структуру аварийности. Вот наиболее часто встречающимся дорожно-транспортным происшествиям, в котором гибнут люди, это явилось столкновение. Столкновение. Столкновение, да. Это не съезды в Кювет, это не наезды на пешеходов, хотя это тоже наиболее распространенные виды ДТП. Наибольшая тяжесть последствий – это все-таки столкновение. Это выезд навстречу или это увеличение скорости несоблюдения скоростного режима? Все-таки больше здесь несоблюдение скорости, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. То есть можно ехать с допустимой скоростью, 90 км в час в ненаселенном пункте, 60 в городе, в населенном пункте. Но это не будет соответствовать безопасной скорости движения, тогда когда водитель сможет вовремя среагировать. Тем более, что мы говорили, что март – это был еще практически зимний налет на дороге. Конечно, 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 да. И это тоже явилось тем катализатором ДТП, в которых фиксировались, ну, в том числе, недоступные дорожные условия. Но нужно понимать, мы уже не раз говорим, мы уже профессионалы в этом деле, мы понимаем, что пункт 10.1 правила дорожного движения предполагает наличие вины водителя в любом происшествии, ну, какого-то участника дорожного движения водителя, либо пешехода, либо иного участника дорожного движения. На погоду, на дорожные условия, конечно, можно кивать, но только с оглядкой на действия самого участника дорожного движения. Любой водитель, любой пешеход должны понимать, что его действия приведут к следующим действиям другого участника. И если действовать бездумно, неаккуратно, конечно, в итоге это приведет к ДТП, возможно, даже с тяжкими последствиями. Как вы, сотрудники ГИБДД, ждёте каждую весну? Чем характерна она? Какие риски прогнозируются? Ну, первое, несмотря на то, что световой день увеличивается, мы всё-таки фиксируем увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Ну, всё-таки уже переходить стало посветлее. Ну и что? Ну и что? Всё равно сумерки, дожди, таяние снега. Снег — это же светлое. Тёмный фон пешехода гораздо заметен, свет от фар автомобиля гораздо лучше освещает пешехода, дорожная инфраструктура, то есть видно людей на дороге, там какие-то препятствия. С наступлением весны снег тает, темнеет, осадки, сумерки. Конечно, пешеходы у нас попадают в ДТП немного чаще, чем в зимние месяцы. Вот в марте месяца сейчас мы зафиксировали 15 ДТП, в которых, к счастью, никто не погиб, но сам факт, что около 20% произошедших ДТП — это ДТП с участием пешеходов. Следующий момент — это появление на дороге транспортных срез двухколёсных. Те самые мотоциклисты? Не только мотоциклисты. Велосипедисты, конечно, конечно, которые отвыкли от условий движения, которые стараются двигаться по асфальту, который растаял. Мы понимаем, что асфальт у нас есть, как правило, на проезжей части. Не всегда тротуары у нас чистые от наледи, и поэтому движение по проезжей части, да ещё с краю лежит не до конца убранный снег или наледь, опять же, сохранившийся ещё с зимы. Это движение, считай, посередине правой полосы. Хорошо правой, да, если не среднее движение. Конечно, мы пресекаем такие административные правонарушения, но понимаем, что сейчас подсохнет, сойдёт снег, и начнутся уже массовые катания на велосипедах, скутерах, моноколёсах, сигвеев и так далее. Мы к этому готовы. Уже запланировано проведение ряд профилактических мероприятий, пропагандистского характера, массового характера, с участием дорожно-патрульной службы. Думаю, что, понимая все вот эти риски и совместно проводя профилактику, мы сможем их купировать и в результате чего сохранить всё-таки положительную динамику снижения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием этих участников дорожного движения. Вот вы сказали про пешеходов, тем более учитывая, что если снег стаял, сумерки, ещё раз, наверное, напомним про необходимость светоотражающих элементов в одежде. Совершенно верно. Обновляя гардероб к весне, обратил внимание, что большое количество курток демисезонных, оно даже для взрослых, с наличием светоотражающих элементов. Уже? Уже, да. Понятно, что это не брендовые куртки, там дорогие, но вот такие, которые повседневные, они очень часто оборудуются этими вставками. Ну, вообще, это хорошая тема, да, производительная одежда. Конечно, конечно, конечно. Это на одну цель работает. Совершенно верно. А мы говорим, если о детской одежде, ну, практически на 80% демисезонной одежды уже эти ставки присутствуют. Либо на самой одежде верхней, либо на обуви, ну, рюкзаки, ранцы школьные и так далее. Да, 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 это тоже важно. Если же этого нет, будет не лишним все-таки своего ребенка засветить какой-то светоотражающий элемент на одежду в виде браслетов, значков, флайеров, там, все что угодно, там, будет стильно, хорошо и модно выглядеть на несовершеннолетнем. Ну, и взрослым, конечно, не надо забывать, что, во-первых, яркая одежда гораздо виднее на дороге, приятно посмотреть на человека, который ярко... Да, не чем-то серым, черным. Да, 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 да. Вот. И мало того, что он заметен становится, ну, а если передвижение идет вот именно в утренние, вечерние часы, когда сумерки еще идут, переход проезжей части осуществляется по пешеходным переходам, в том числе, тем более, по нерегулируемым. Конечно, лучше иметь на своей одежде, либо в ручной кладе, какие-то светоотражающие элементы, которые будут подсказывать водителю, что на дороге находится пешеход. Ну, я думаю, что мы столько раз уже даем такой совет пешеходам, это просто уже рекомендация для спасения жизни и здоровья, что к нам должны прислушаться. Ну, понимаете, статистика снижения количества ДТП с участием пешеходов – это же заслуга не только водителей, это заслуга и пешеходов. А бездумный выход на проезжую часть под колеса приближающейся автомобиля, он приводит к трагедии. В том случае, если пешеход оценивает обстановку, налево-направо смотрит, внимательно наблюдает за дорожным движением, которое может измениться, пока он шесть полос пересекает, это приносит свои положительные плоды. Конечно, я думаю, что мы смогли все-таки достучаться до наших участников дорожного движения, они стали задумываться. Ну, еще будет стучать, да, еще обязательно в хорошем смысле слова. Ваш совет по смене резины, потому что мы тоже вот на смене сезонов даем такие конкретные советы. Ирина, ну, в производителе, как правило, обосновывается суточная температура, среднесуточная температура, которая должна превышать 4 градуса. Она сейчас у нас не превышает. Если в городе Твери, ну, наверное, утренние скользкость, мы, может, пару раз еще увидим и все, как бы начнется теплый сезон, то за пределами областного центра, на региональных дорогах, на местных дорогах, в малых населенных пунктах, зимняя резина еще актуальна будет, ну, как минимум, дней 10, недели 2. Поэтому до середины апреля госавтоинспекция все-таки не рекомендует смену резины зимней на летнюю. Несмотря на то, что будут стоять, конечно, деньки и теплые по-весеннему, и яркое солнце светить, нужно понимать, что зимняя резина отличается от летней только мягкостью. То есть при низких температурах она сохраняет свою мягкость и сцепные качества с покрытием. А вот когда потеплело, оно, наоборот, снижает вот эту свою вязкость, и поэтому нужно просто, опять же, пункт 10.1, ввести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, с учетом дорожных метеорологических условий. Пункт 10.1. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Сегодня у меня в гостях Андрей Владимирович Григорьев, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Мы продолжаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Владимирович, тема, о которой мы не устаем говорить из года в год, из месяца в месяц, можно сказать. Это так называемая пьяная аварийность. Что можно сказать сейчас? Какие цифры, какая статистика? Статистика та же, как и по общей аварийности. Наблюдаем снижение. Оно гораздо выше, чем общее снижение. Если мы говорим на 30%, мы снизили количество ДТП с участием, с пострадавшими. То с участием водителей в нетрезвом состоянии она снизилась более чем на 60%. Ого. Да, это много. Но нужно отдать должное прошлому 2020 году, который с января месяца стал нам давать отрицательную статистику по росту пьяной аварийности. Это кто бы что ни говорил, плюсы пандемии. Да, в итоге года это стало увеличение количества практически на 20% по сравнению с 2019 годом. Поэтому, наверное, мы возвращаемся к цифрам более спокойного 2019 года. Конечно, наша массированная профилактическая работа, в том числе с использованием средств массовой информации, пропаганды безопасности дорожного движения, ну и, конечно, по линии ДПС, то есть выявление и пресечение таких административных правонарушений, свои плоды привносят. Вот для примера, мы в этом году уже пресекли 1220 административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством и опьянением. Только в этом году. Мы еще не закрыли 3 месяца, то есть статистика еще за 3 месяца не готова. С учетом статьи 264.1, это повторное управление, когда к уголовной ответственности привлекаются, рост небольшой на 3,5%, но вдумайтесь, это почти 120 человек. 120. То есть каждый десятый из тысячи вот этих двухсот, привлеченных за пьянку, за рулем, пресеченные эти нарушения, это повторники. То есть количество повторных административных правонарушений, оно не снижается, к сожалению. Поэтому мы сейчас именно ориентируемся на вот этот пласт правонарушителей, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения. Мы анализируем места их наиболее возможного появления, время и, соответственно, выставляемся там, пресекаем эти правонарушения. Обращаемся, конечно же, к неравнодушным гражданам, к главам сельских поселений, к уличковым и так далее, к управдомам, кому угодно. Для того, чтобы нам вовремя сообщали информацию, когда нетрезвый водитель пытается начать движение. Ну, во-первых, самим попытаться его удержать, а если не получится, ну сообщить об этом уже в органы внутренних дел. По телефону 02-112 круглосуточно принимаются звонки и соответствующий ближайший наряд дорожной патронной службы будет сориентирован и административное правонарушение будет пресечено. Контроль трезвости уже стал привычным на дорогах. Это, как правило, в преддверии выходных или вы ходите с такими проверками в течение всей недели? Наиболее массово, конечно, мы выходим в предвыходные и выходные, предпраздничные и праздничные дни. Но ежесуточно у нас выставляется 35-45 автопатрулей ДПС ГИБДД, которые в том же постоянном патрульном режиме мониторят состояние водителей при проверке документов, при проведении других профилактических мероприятий. И пресекаются они на протяжении всей недели. Если за выходные мы фиксируем от 35 до 50 административных правонарушений, то за неделю около 100. То есть, в принципе, за 5 дней будних все равно половина правонарушений, вот такой направленности пьяный за рулем, она фиксируется в будние дни. Поэтому мы, конечно, круглосуточно, круглогодично занимаемся этой проблемой и не отпускаем ее ни на шаг. Андрей Владимирович, сейчас, наверное, будет уместно напомнить наказание. И вот на ваш взгляд, может быть, уже пора что-то ужесточать? Да, наверное, наказание, которое сейчас действует, это 30 тысяч штраф административный и от полутора до двух лет лишения права управления, не всегда актуален. Не всегда он несет тот воспитательный эффект, который рассчитывал законодатель, потому что все-таки долгое время не менялось. Вот именно эти санкции по таким статьям, по 12.8, по 12.26. Я хотела перебью, расскажу, что первоначально, когда это было введено, для обывателей это был шок, такая крупная цифра 30 тысяч. Да, да, да. И для статистики, для безопасности дорожного движения, конечно, это было очень позитивно, очень позитивно. С течением времени, конечно, привыкли, не так стала эта реакция участников дорожного движения. Ну, сейчас разрабатывается новый проект административного кодекса, административного процессуального кодекса, который, думаю, в этом году уже будут приняты на федеральном уровне. Там предусматривается не только немного усиление ответственности, а структура ответственности будет немного изменена. Рано говорить о том, какие федеральные инициативы пройдут до конца в итоговом документе, но было бы, по моему мнению, неплохо использовать, в том числе, опыт Белоруссии, когда транспортное средство нарушителя, которое повторно управляло транспортное средство на состоянии опьянения, изымается до решения суда как минимум. Да, во всяком случае, хотя бы до этого решения суда человек вновь не сядет пьяным за рулем и никого не убьет. Да, это будет нести воспитательный эффект на протяжении времени рассмотрения дела административного правонарушения. Мы говорим о весне, это еще и в плане детских школьных каникул, да, аварийность с детьми и подростками. Что сейчас необходимо напомнить родителям? Во-первых, после снятия ряда ограничений пандемийного характера у детей возобновились не только в полном объеме школьные занятия, но и занятия во внешкольных учреждениях, дополнительного образования. Это те заведения, куда несовершеннолетние передвигаются сами, потому что родители, как правило, находятся в это время на работе. Ну, вернемся к светорожающим элементам обязательно. Обязательно инструктаж при убытии ребенка в школу, в заведении дополнительного образования о правилах перехода проезжей части. Обязательно с ребенком нужно пройти по маршруту, по безопасному, чтобы он вспомнил. Еще раз объяснить риски, показать, куда посмотреть, где постоять, на какой сигнал переходить. И, наверное, не лишним будет напомнить о том, что в школах в том числе проводятся и минутки безопасности дорожного движения с детьми, обсуждая школьные проблемы, как дела в школе, что было нового. Обязательно обращать внимание именно на эти минутки безопасности, на которых несовершеннолетним объясняют, в том числе и учителя, как ребенок должен действовать в той или иной дорожной ситуации, разобрать, помочь ребенку, обратить внимание, что это важно. И тогда мы общими усилиями сбережем жизнь и здоровье наших детей. Вот вы сказали, Андрей Владимирович, в том числе учителя, потому что я знаю, что очень большая нагрузка здесь ложится именно на сотрудников ГИБДД. Вот такая профилактическая работа, причем она ведется не только в школах, но и в детских садах. Только ребенок начинает ходить, уже надо обучать. Конечно. Во-первых, у ребенка нужно разбудить интерес. Любому несовершеннолетнему интересен велосипед, трехколесный, мы помним, трехколесные велосипеды детские. А от них начинается уже участие в дорожном движении в качестве пешехода, в качестве водителя двухколесных транспортных средств. Разбудив вот этот интерес в детском саду, мы потом в школе уже начинаем формировать законопослушное поведение вместе с педагогами, вместе с родителями. Кто-то решает связать свою жизнь с отрядами юных инспекторов дорожного движения. Да, это большое подспорье вам. Да, конечно. Это интересно самим детям, это соревнования, это яркие моменты жизни, награждений, может быть, даже проигрышей. Но все равно вот это вот драйв такой в жизни, который в том числе связан с нашей повседневной жизнью, участием в дорожном движении. Потом у нас есть профильный класс, где готовят будущих помощников, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Дорожно-патрульной службы, сотрудников Государственной автомобильной инспекции. Хочется сказать, что вот только за неделю школьных каникул мы провели более 80 мероприятий по области, вот таких профильных. А если с начала года взять, то почти 400. Поэтому, конечно, мы ежедневно обращаем внимание на данную категорию участников дорожного движения. Проводим соответствующие занятия, семинары в игровой форме. Сейчас вот потеплеет, маленькая слякоть исчезнет с улицы дорог. Мы, конечно, проведем свои акции на свежем воздухе, чтобы нас увидели и другие участники дорожного движения. И ребятишкам было интересно. Нарисуем рисунки на асфальте, подарим какие-то рисунки с пожеланиями и с наставлениями водителям, ну и другие мероприятия. Но здесь, наверное, уместно обратиться и к родителям, потому что очень многие несчастные случаи на дороге, где страдают дети по вине именно взрослых. Детские, пристегивающие, удерживающие устройства в машине, они тоже необходимы. Да, но нужно отдать должное, что в прошлом году мы фиксировали снижение количества ДТП, в которых страдали дети, не находящиеся в специальных детских удерживающих устройствах, или не пристегнутые ремнями безопасности, если они уже физиологически могут быть пристегнуты. Мы фиксировали снижение. Однако количество административных правонарушений все-таки остается очень высоким. Вот мы только за этот квартал, мы пресекли 800 административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, перевозкой детей, не пристегнутыми ремнями безопасности, либо без специальных детских удерживающих устройств. В принципе, это уровень прошлого года, там, стат погрешности, там, 5-6% плюс. Но это говорит о том, что эта проблема актуальна. Несмотря на то, что в ДТП дети, как правило, у нас, даже если они страдают, они пристегнуты ремнями безопасности, соответственно, тяжесть последствий в таких ДТП ниже. Но, к сожалению, случаются факты и встречаются факты, и в прошлом году это было, когда дети не пристегнуты ремнями безопасности, не находятся в детских удерживающих устройствах, в результате чего получают очень тяжкие повреждения, несовместимые иногда с жизнью. К сожалению, очень многие думают, что детское удерживающее устройство, оно менее убережет ребенка, чем материнские руки. Если он сидит на коленях, я-то удержу. Нет, конечно. Статистика и факты очень упрямая вещь, и никакие руки, заботливые, мужские или женские, отца или матери, бабушки, дедушки, не смогут удержать даже несовершеннолетнего с небольшим весом, там, в 5-10 килограмм, не смогут удержать. В итоге может случиться, наоборот, хуже, когда телом взрослого прижимается ребенок, либо к панели, если это переднее сидение, либо к переднему пассажирскому, водительскому сидению, в результате чего, конечно, травмы бывают очень тяжелые. Сейчас же не стоит на месте, в том числе и производители детских удерживающих устройств, проводимые мероприятия, в том числе и проголодистского характера. Мы в прошлом году проводили в нашем областном родильном доме федеральная программа с роженицами, соответствующую работу, показывали, как пристегивать младенцев самих, потому что люльки вот эти, они очень удобны. Теперь люлька, которая трансформируется и в коляску маленькую, ее можно и в автомобиль переносить. Потом на эту же базу, значит, уже более для большого ребенка, то есть не люлька, а такое уже, как прогулочная коляска сажается, и, соответственно, она тоже может использоваться в качестве детского удерживающего устройства. То есть производители не стоят на месте, они трансформируют, делают все для удобства, поэтому если один раз потратиться на своего ребенка, ну это же наши дети, нельзя экономить на детях. Я сейчас просто с удивлением. Мы можем уже говорить, что сотрудники ГИБДД приходят работать профилактически в роддома. Это великолепно. Вот такую бы работу еще профилактическую всех пешеходов, которые уже не дети, не подростки, а взрослые люди и пожилые, которые переходят дорогу абы как, в наушниках, с капюшонами, или бывают пожилые люди, пенсионеры. Вот тут вот рядом в 50 метрах пешеходный переход, человек идет вот где ему хочется, не обращая внимания ни на что, ваше пожелание пешеходу. Желание пешеходам следующее. Не бывает безопасных дорог без адекватных участников дорожного движения. Слоган «Я здесь всю жизнь ходил» он не поможет и не спасет от ДТП, не спасет от травм, которые можно получить на дороге. В городе Твери все магистральные улицы не менее четырех полос, а то и пять, и шесть, и плюс разделительные еще полоса. Очень широкие дороги. Безопасно перейти невозможно. Никогда нельзя предугадать, из какого разворота, поворота, выезда может выехать транспортное средство на большой скорости, приблизиться к пешеходу, который переходит проезжую часть непешеходного перехода. Водитель тоже не может предусмотреть о том, что там появится пешеход именно в данном месте в данное время. А что касается небольших улиц, дорог двухполосных, там, где, может быть, и не оборудованы пешеходные переходы, нужно переходить в соответствии с правилами дорожного движения, либо по линии тротуаров, перекрестков, а если в зоне видимости их нет далеко, то под прямым углом к проезжей части, убедившись, что нет транспортных средств, которые к вам приближаются. Начинается мотосезон, начнем от пешеходов к велосипедистам. Если велосипедист переходит дорогу, он обязан сойти с велосипеда, спешится, и пройти велосипед везет рядом с собой. Сам идет своими ногами. Вот у нас начинается такой период, когда, как мы уже сегодня говорили, выходит двухколесная техника. Что необходимо предусмотреть, о чем предупредить? Самое главное – это управление велосипедом. Во-первых, чтобы возраст достиг движения по дорогам общего пользования. Если это несовершеннолетние, то только под присмотром взрослых. Второе – это пассивная защита, конечно же, шлемы, налокотники, наколенники. Но это убережет самого велосипедиста от травм, даже случайных травм. Движение нужно осуществлять, конечно же, по краю проезжей части, лучше по велосипедным дорожкам при их наличии, по тротуару, не мешая пешеходам, со скоростью, с небольшой, которая может помочь в случае обнаружения опасности остановиться и избежать этой опасности, дорожно-транспортной ситуации, из которой может образоваться дорожно-транспортное происшествие. Следующий момент – это движение велосипедистов в качестве велосипедистов по дорогам. Не нужно из себя пытаться изобразить водителя автомобиля. Велосипедисту можно двигаться только по крайней правой полосе, как можно ближе к обочине, либо к тротуару. Нельзя двигаться по средней полосе. Даже если на перекрестке из двух полос организуются три, и одна полоса уходит только направо, а средняя полоса уходит прямо, а там левая – налево. У нас велосипедисты стараются перестроиться в эти полосы, предполагая, что они автомобилисты, и продолжить свое движение. Это делать нельзя. То есть нужно двигаться до ближайшего пешеходного перехода, спешиться в качестве пешехода, перейти проезжую часть пересекаемую, после этого занять опять крайнее правое положение на проезжей части в качестве велосипедиста и продолжить движение. Мы почему обращаем на это внимание? Очень часто транспортные пешеходные потоки, потоки велосипедиста, они пересекаются в одной точке. И мы время от времени фиксируем ДТП с тяжкими последствиями с участием велосипедистов, потому что для водителя они незаметны. Они очень интенсивно двигаются. Да, так сноют. Да, 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 между автомобилями. То есть опасное вождение, конечно, может быть, это не назовешь, потому что нельзя их отнести к водителю механического транспортного средства. Но, во всяком случае, для других участников дорожного движения они незаметны, и поэтому могут сами своим поведением нанести себе непоправимые травмы. Владельцам мотоциклов это тоже проблема из года в год бывает? Ваш совет. Никакой участник дорожного движения, не создав проблем ни себе, ни окружающим другим участникам дорожного движения, если будет соблюдать правила дорожного движения. Конечно, это управляя таким двухколесным транспортным средством, мощным, который не имеет практически пассивной защиты, ну, кроме, наверное, дуг, нужно обязательно управлять мотошлеми, желательно в мотозащите, конечно, это законом не предусмотрено, но желательно, вот себя же убережешь. Ну и двигаться со скоростью, средней скоростью транспортного потока, если это касается населенного пункта. Потому что вот это перестроение из полосы в полосу, это опасное вождение мощного транспортного средства, которое водитель не всегда может, водитель автомобиля, да или другой мотоциклист, вовремя обнаружить для себя эту опасность, в результате чего начинает маневр, и вроде без вины виноватый мотоциклист, но страдает, иногда даже гибнет. Поэтому первое, это соблюдайте правила дорожного движения, используйте мотошлемы, уважайте других участников дорожного движения, и понимайте, что для того, чтобы добраться из точки А в точку Б безопасно, нужно взять небольшой запас времени и никуда не торопиться. Да, никуда не торопиться, как на баннерах часто читаешь, тебя ждут дома, не забывайте об этом, да? И напомним, наверное, еще раз автомобилистам, что необходимо пользоваться ремнями безопасности. Конечно. Несмотря на то, что прописная истина, пристегни ремень безопасности, тогда даже любое серьезное ДТП может обратиться в ДТП без пострадавших. Мы фиксируем факты, когда хороший автомобиль импортного производства, большой, с огромным количеством пассивной безопасности, и в нем страдают либо гибнут люди. Начинаем разбираться из-за чего? Заглушки в ремнях безопасности, неиспользование ремней безопасности, просто игнорирование правил дорожного движения, пристягивание ремня зачем-то за спиной, накидывание вот этой петли через плечо. При столкновении пассажир, водитель автомобиля, он выскальзывает из-под этого ремня и уходит вниз, в сторону педалей ковриков. И, конечно, тяжкие совершенно последствия. И по-другому, если в ДТП и машин-то не видно, повреждена вся, от царапины, ссадины, даже переломов нет, водители, пассажиры пристегнуты, сработали подушки безопасности, все живы, здоровы, все очень хорошо. Андрей Владимирович, напомним нашим радиослушателям, куда можно звонить в случае необходимости, если вы стали свидетелем либо ДТП, либо увидели, что кто-то собирается садиться за руль нетрезвым. Органы внутренних дел, Министерство внутренних дел круглосуточно несут службу, поэтому в круглосуточном режиме по телефону 112, либо 02 передается информация, которая быстро доводится до близлежащего наряда либо ДПС, либо других наружных нарядов органов внутренних дел. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Андрей Владимирович Григорьев, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Вела программу Ирина Чекунова. Мы продолжили цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спасибо за участие. Всего доброго. Берегите себя. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok